здравствуйте дорогие зрители сегодня вновь с вами мыльная пена с последними сплетнями о латинском шоу-бизнесе ну первым нюдсмейкером у нас стал жен Карлос Канин наконец-то стало понятно почему ему такое интересное имя оказывается когда парень только родился медсестра в клинике неправильно записала его имя он должен быть Жан Карлоса получился Жен Карлос то есть медсестра просто-напросто упустила одну буковку ну хотя в общем странная история немножко да но записала медсестра неправильно она же не чиновник мэрии поэтому родители могли бы и беспротивиться такой трактовке имени или может быть им вообще все равно было мы ж не знаем вот но сам Жен Карлос в общем-то доволен говорит нормально имя необычное в общем я выделяюсь из толпы очень даже хорошо но как говорится хоть горшком назови только в печь не сажай аргентинский актер Хулио Чавес рассказал забавные подробности о съемках сериала Форсантес дело в том что в этом сериале он снимается вместе с чилийским актером Виньямином Викуми и у них там в общем любовные сцены так вот для того чтобы сняться в этих сценах он был вынужден все время все время мыться то же самое делал и Виньямин ну в общем понятное дело что когда ты все время валяешься в койке с другим человеком то надо в общем чтобы тебя были мнения прилично пахли ну не то что некоторые был скандальчик на съемках мексиканской новеллы Коррассоне и Думабле и Анна Бренде Контрерос и Даниэль Аренас главные герои обменялись колкостями по поводу того как они оба пахнут значит Анна Бренде была страшно недовольна что от Даниэля что с Даниэлем невозможно целоваться поскольку запах изо рта не тут а Даниэль был недоволен тем что от нее пахнет потом вот ну слава богу что этот скандальчик не повлиял на рейтинге может быть даже наоборот их улучшил может быть публика просто рвется после этих то что так вообще попахивает неприятности у ауры кристины гейтнер она сейчас участвует в конкурсе танцевальном на ацтеке мексика танцует и в общем муж ее датчанин томас коррелл с которым она живет уже пять лет он страшно недоволен этим ему не нравится что она очень много времени проводит в тренировках что она очень часто встречается со своим партнером по конкурсу и у нее не хватает времени на семью он очень хочет чтобы она забеременела второй раз и даже они собираются ехать в колумбию где хранится в замороженном виде генетический материал короче говоря ситуация там такая вопрос ребро или я или это чертова работа но вот посмотрим что аура кристина выберет все говорят что муж она очень любит но с другой стороны и работой работой она тоже очень дорожит ну вот теперь в общем еще одна неприятная новость мишель вьет порвала со своим бойфрендом торрера кристиана мапарисио ну во первых она потеряла ребенка которого от него ждала во вторых она обнаружила что он ей был неверен и даже в общем знает с кем там было целых две женщины она обвинила кристиана в несчастье которое произошло с их ребенком пара начала очень много ссориться ну и в конце концов в общем все закончилось не расстались ну не у всех так плохо как у мишель и у ауры вот например кармен бессера вышла замуж за аргентинца пабло гроссу они два года встречались и вот теперь наконец пара пошла к алтарю еще один счастливец сходил к алтарю недавно это себастиан легарде теперь у него полноценная семья только не обычная а гомосексуальная вы помните как он признался в том что он придерживается нетрадиционной ориентации в общем смело достаточно поступок ну вот теперь он сказал что он счастлив наконец-то он как бы не имеет что больше скрывать от публики и в общем может жить спокойно забавная новость про эрику боенфиль в пору ее молодости она была любовницей одного из высоких телевизорских менеджеров и он подарил ей машины когда он ее спросил какого цвета машина она хочет она сказала что машина должна быть розовая ну а так как эта машина была такого цвета одна на всю мехику то в общем все показывали пальцем когда она выезжала на улицу вот едет та самая эрика боенфиль ну в общем это было все равно что крупными буквами написать на лбу я любовница такого-то ну а в эту думали наверное что актрисы получают работу только за талант ну вот ошибались кстати о производственных связях уже только ленивый не обвинял анжелик бойер в том что она делает карьеру с помощью своего не очень молодого любовника хосе альберта каста она даже поссорилась с родителями из-за этого и целый год с ними не виделась но узнав через социальные сети что маме делают операцию на сердце пришла навестить его в больницу ну слава тебе господи с мамой все хорошо в общем семья как бы воссоединилась но оно конечно любовь и карьера важнее но и родителей тоже можно понять маме анжелик 48 лет отцу 52 года а жениху 50 в общем думать чего делать вот на этой оптимистической ноте мы заканчиваем сегодня нашу программу на сегодня все ждем вас в наших следующих передач до свидания